Бесплатная Call of Duty Black Ops 4, новый флагман Sony и монитор Cheater вы увидите в сегодняшнем выпуске. Коротко и без лишних слов о самом интересном за неделю для тех, кто ценит свое время. Начинаем! Sony представит новый флагман 25 февраля в Барселоне на мероприятии MWC 2019. По слухам, в ходе мероприятия будет представлен смартфон Sony Xperia XZ4. Аппарат получит 6,5-дюймовый экран соотношением сторон 21 к 9, двойную или тройную основную камеру, процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативки и 256 ГБ накопитель, аккумулятор на 3900 мАч, Android 9 Pie. И сканер отпечатков пальцев, конечно же, будет у нас на торце. Ну а более подробную информацию мы уже узнаем на самой презентации. В сети появились новые рендеры неанонсированного iPhone XI. Линейка iPhone 2019 года все еще находится в разработке и финальный дизайн устройств окончательно не утвержден. Фишка устройства кроется в расположении модуля тройной основной камеры. Ее сенсоры расположились горизонтально в один ряд по центру задней крышки. Средний объектив опоясывает нетипичная для бренда кольцевая вспышка. По сведениям источника, аппарат будет оснащен портом Lightning, а не USB Type-C, как сообщалось ранее. Анонс новых iPhone ожидается в сентябре текущего года. На прошедшей презентации Redmi Note 7 разработчики подтвердили, что выпустят и продвинутую версию смартфона с 48-мегапиксельной камерой под названием Redmi Note 7 Pro. Процессор будет новый, восьмиядерный Snapdragon 675. Появление Redmi Note 7 Pro ожидается в феврале по цене около 250 долларов. Компания Xiaomi выпустила вторую версию своего лазерного проектора. Первая модель даже при цене 1500 долларов получила огромную популярность. Она принесла компании всего за два часа со старта продаж полтора миллиона долларов. Новинка получила разрешение 4К и поддержку HDR10. При расстоянии всего 49 сантиметров от стены проектор даст картинку диагональю 150 дюймов. Mijia Laser Projector 4K доступен для предзаказа с 15 января, а в продажу поступит 18 января по цене примерно 1500 долларов. Затем стоимость поднимется до 2200. Компания Gigabyte представила первую в мире тактический игровой монитор Aorus AD27QD. Производитель заявляет, что функции вроде эквалайзера черного, стабилизатора прицела, игрового ассистента, виджета OSD и активного шумоподавления помогут геймерам получить тактическое преимущество над другими игроками. Монитор имеет диагональ 27 дюймов и матрицу IPS с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Частота обновления тут 144 Гц и время отклика 1 миллисекунда. Цена и дата выхода пока не сообщаются. Королевская битва Call of Duty Black Ops 4 станет на время бесплатной, и каждый сможет попробовать игру на протяжении целой недели. Пробная версия «Затмение» стала доступной 17 января. Акция продлится до 24 числа. В ней участвуют все доступные платформы PlayStation 4, Xbox One и, конечно, компьютерная версия. Для того, чтобы скачать игру, нужно просто иметь аккаунт в Battle.net. Регистрация там, конечно, бесплатная. Стало известно, что в ожидаемом шутере Metro Exodus от компании разработчиков из 4A Games, геймеров ожидает сразу несколько разных концовок. Менеджер Deep Silver Хью Бэйнон также поделился некоторыми подробностями и рассказал, в Metro Exodus нет правильных и неправильных концовок. Вместо этого каждый игрок получит то окончание игры, которое он заслужил. Выход игры состоится уже 15 февраля на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Подпишись на канал, чтобы не пропустить еженедельный выпуск новостей о самом интересном из мира гаджетов, технологий и игр. Спасибо, что посмотрели этот выпуск и до встречи через неделю.